Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на страничку. Для тех, кто у меня впервые, меня зовут Талья. Я живу в Турции, в городе Анталия. И здесь, на своём канале, я рассказываю всё о духах, о тех ароматах, которые я пробовала, которые я носила, и о которых составила своё личное мнение. Будь оно хорошим, или позитивным, или негативным. Негативным именно для меня, не самого аромата, а именно моего к нему отношения. Всё-таки мы все разные, и каждый аромат к нам, конечно же, не подойдёт. Сегодня я, пожалуй, расскажу о позитивном впечатлении. И этот аромат относится к моему любимому парфюмерному дому Нарцисса Родригуэс. Вот такой вот у меня красавчик. К сожалению, уже снятость. Это Нарцисса Родригуэс Форхер, Лео. Надеюсь, я правильно выговариваю его название, Лео. Аромат, конечно же, очень-очень интересный, очень красивый. Аромат весны, аромат свежих цветов. И немножечко про мускус Нарцисса Родригуэса, мускус, знаменитый мускус. Но здесь мускус не очень явный, не такой, как в других ароматах этой марки. Но всё же, тем не менее, этот мускус ощущается. Я люблю мускус этого бренда. Мне он нравится. Почерк везде, везде. В любом аромате почерк один и тот же. Но ароматы всё равно отличаются. Добавляются те или иные компоненты, а другие убираются. В общем, этот аромат как раз-таки летний аромат. Он довольно-таки лёгкий. Он очень такой звонкий, лёгкий, летящий. И в то же время он такой мягко, укутывающий вас. Какой-то прозрачной шалью. Летящий аромат, приятный аромат. Я его нанесла минут 10 назад себе на руку. Чтобы мне было легче вам рассказывать о этом аромате. Хотела, чтобы он уселся на меня. А потом я вам смогла бы о нём рассказать. Итак, основные слышимые аккорды у нас. Цветочный, розовый, мускусный, свежий, белоцветочный и зелёный. Насчёт цветочного, согласна. Немного розовый, да. Мускусный, да. Свежий, да. Белоцветочный, да. А насчёт зелёного я не могу согласиться, так как я зелень здесь не чувствую. Этот аромат был выпущен в 2013 году. И парфюмер Аурлиент Гичард. Надеюсь, я правильно выговариваю его имя. И верхние ноты у нас Жасмин, Цикламен, Пион. Средние ноты Роза, Ландыш и Амбра. И базовые ноты Мускус и Пачули. Сразу хочу сказать, что я Пачули и Амбру, Цикламен, здесь абсолютно не ощущаю. Также я очень слабо, даже если я ощущаю, то очень слабо Жасмин чувствую. Но, возможно, даже почти вообще его не чувствую. Зато я очень хорошо ощущаю Ландыш, Мускус, Пион и Розу. Вот эти четыре компонента я чувствую очень хорошо. За счёт Ландыша и Пиона этот аромат очень такой звонкий, летящий. Такой, ну, лёгким, как лёгкое шифоновое платье, наверное, развивающееся на ветру. Аромат, конечно же, достойный. Мускус здесь очень-очень хороший. Он не, извините, он не очень, не очень вылазит на первый план, можно так сказать. Этот мускус, приправленный цветами, остаётся где-то за цветами. Он, да, он за ними, но никак не перед ними. Сладковатый мускус, и его здесь немного. Поэтому этот аромат для лета и для весны самое то. Летом он даже летом никого не задушит. И ни у кого не вызовет отрицательных эмоций. Кстати, этот аромат действительно не вызывает отрицательных эмоций и очень много собирает комплиментов. Как ни странно, не один раз за мной гнались по улице. Или я куда-то захожу, что-то там, в магазин покупаю что-нибудь. И у меня обязательно спрашивают название аромата. Очень, кстати, удивилась. У меня есть такие прекрасные ароматы, как Narcissa Rodrigues Rouge, который я просто обожаю. Или пудры. Вот эти два аромата, я от них вообще без ума. И про них у меня не столько спрашивают, как именно про этот аромат. Интересно. Для меня те ароматы любимые, а этот, безусловно, мне нравится. Безусловно, он должен быть у меня на полочке. Но одним из самых любимых я его не назову. А те ароматы, те ароматы, да, те ароматы для меня самые любимые. Одни из самых любимых, вернее. Что я еще могу сказать по поводу этого аромата? Я могу сказать, что он довольно-таки, стойкость довольно-таки средняя. На моей коже часа 3-4 он держится прекрасно. И шлейфит тоже довольно-таки неплохо. Так как спрашивают про него, что за аромат. Люди слышат, значит, этот шлейф, который я сама от себя не слышу. Но от меня, видимо, люди все-таки слышат. Аромат как для дня, так же и для вечера он будет прекрасным. Но он вообще, я думаю, везде. И в пир, и в мир, и... Телефон звенит. Этот аромат и в пир, и в мир, и в добрые люди, да? Правильно я так выразилась-то? Ладно, неважно. Возрастной категории у этого аромата, конечно же, нет. Он для тех, кто любит цветочные, нежные, немного мускусные ароматы, да. Кто любит пион и ландыш. Если вы любите пион и ландыш в парфюмерии, этот аромат как раз для вас. Розы здесь поменьше. Так что, если вы больше всего любите розу, а пион и ландыш поменьше, то этот аромат не для вас, так как здесь розы маловато. Больше всего ландыша и пиона. В букете с мускусом. Немножко роза есть, чуть-чуть совсем. И где-то там на подпевках жасмин, которого я почти не ощущаю. В общем, стойкость в нем нормальная, как я уже сказала, более или менее. Если сравнивать с черным нарцисса Родригос, то черный гораздо, гораздо, гораздо тяжелее за счет пачули. В черном нарцисса пачули очень явные. И он гораздо, гораздо такой, как бы правильно выразиться, он сильнее, гораздо сильнее чувствуется и мощнее гораздо. А в этом аромате пачули совсем немножечко, поэтому довольно-таки аромат комфортный, я бы сказала. Ай, ну что еще могу сказать вам по этому, насчет этого аромата? Что-то хотела сказать и вылетело у меня из головы. Так, вот что я. На фрагрантике вот читала отзывы, и многие считают, что этот аромат похож на Герлен Иди. И как ни странно, я согласна, да, он похож на Герлен Иди, в особенности на туалетную водичку. Герлен Иди, очень сильно похож. Но в этом аромате нет ноты женного утюга. Хотя некоторые видят в нем пластмассу, я не ощущаю вообще этого. Ни пластмассы, ни ноты женного или ноты раскаленного утюга, я в этом аромате не чувствую. Нет, не чувствую, но я чувствую Герленовский Иди. Очень-очень похожи ароматы. Кто любит Иди от Герлена, кто любит тот аромат, могу с уверенностью сказать, что обязательно-обязательно полюбит и этот аромат, так как они очень похожи. В Идиль, наверное, я бы сказала, там меньше мускуса. Я не помню, есть ли он там. Даже если есть, то его гораздо меньше, чем в этом аромате. В Нарцисо Родриго и Слео мускус все же имеется, и он придает аромату такую сластинку, такую немножко томность, манкость. Да, он придает этому аромату такое что-то приятное, нежное. В Идиле этого нет, в Идиле нет, а в этом аромате, да, есть. Он очень похож на Идиль, но он более обволакивающий, наверное, более такой, как бы вам сказать, как бы выразиться правильно. Он более нежный, более обволакивающий, в то же время более теплый, более бархатный. Да, наверное, так, он более-более бархатный, чем Идиль. Идиль, она очень такая прямолинейная, а этот нет. Он все-таки более бархатный. И почему-то я здесь ощущаю пудру. Немного пудровый аромат, как по мне, да, немного пудровый. Не знаю, возможно, вы со мной не согласитесь, но в Идиле пудры нет, а в этом аромате есть. Он более такой обтекающий, обволакивающий. Наверное, я правильно выразилась сейчас. И что я еще могу сказать по этому аромату? Я, наверное, уже говорила, да, что он снятость. Если вам повезет его где-то найти, обязательно, если вы любите это направление, обязательно купите, обязательно приобретите его для себя. Если все-таки вам не удалось найти и вы любите это направление, то тоже не очень расстраивайтесь, потому что Идиль очень похожа на этот аромат, но она более прямая, а этот аромат более пудровый и более такой обтекаемый. На этом я, наверное, буду заканчивать этот видеообзор. Надеюсь, что я вам помогла с выбором аромата. Если вы любите такое направление, то, конечно же, постарайтесь его где-то найти. Ну, все, спасибо, что были со мной. До скорых встреч! Продолжение следует...